Они являются сегодня для нас как минимум союзниками, хотя я их вообще считаю братским народом. И портить с ними отношения, пытаться из них сделать для нас врагов, когда у нас есть враг, у нас есть империя, которая не гипотетически может что-то сделать, а уже сделала на протяжении 400 лет делает. И заметьте, ведь вот эту туранопропаганду ведут не турки, ее ведут какие-то русскоязычные люди, мы даже в большинстве своем не знаем имен этих людей. Я считаю, что это вредные разговоры, абсолютно не имеющие под собой никакого основания. Томсо, ты замечал, что сегодня так называемый турки и туран под предлогом распространения ислама совершают много недозволенного, уничтожая другие нации, считая всех турками и так далее, твое мнение. Я замечаю, как сегодня какие-то люди пытаются всячески рассорить нас с турками. Вот эта тема турана, постоянные пробросы какие-то, империализм и прочие вещи, видя, что у нас с турками очень хорошие отношения, что сегодня многие участники войны, участники нашего сопротивления, наши генералы, люди, занимавшие высокие должности военной иерархии, они сегодня находятся в Турции, турки не выдают их России, сколько вы там запросов они не присылали. Видя это, мне кажется, это такая специальная такая работа, чтобы всячески нас с турками рассорить и сказать, вот смотрите, вы здесь, мол, их даете им жить, не выдаёте, а они вот что про вас говорят. И заметьте, ведь вот эту вот туранопропаганду, так скажем, её ведь ведут не турки, её ведут какие-то русскоязычные люди, мы даже в большинстве своём не знаем имён этих людей. Я считаю, что это вредные разговоры, абсолютно не имеющие под собой никакого основания. У нас с турками всё нормально, отношения с ними нормальные, братские, и я думаю, что мы сохраним эти отношения, иншаллах, таким. Саляму алейкум, вопрос, кого ты любишь больше, нацию или уму? Просьба аргументировать свой ответ, то есть, как ты понял, что это так, и как, по-твоему, есть ли проблема у мусульман сегодня в этом вопросе? У алейкум ассалям. Я думаю, в этом вопросе проблемы у мусульман нет, это как бы фитра, то, что даётся нам по умолчанию. Это любовь к своему родственнику, затем тому, кто там дальше, твои родственники и так далее. Так устроен человек. Мы любим, прежде всего, своих родителей, когда мы рождаемся, мы любим их больше, чем каких-нибудь своих дальних, допустим, родственников или мусульман из Бангладеша, например. Также мы любим своих детей, мы любим своих братьев, сестёр. Мы любим двоюродных, троюродных, тётей, своих дядей и так далее. Мы любим своих друзей, своих соседей, тех, которые нам близки, с которыми мы знакомы, с которыми мы выросли, наших одноклассников. То есть человек устроен таким образом, что вот этот вопрос, он неправильно задан нацию или уму. Мы любим свою уму, но в нашей уме мы любим больше тех, кто нам ближе по родству, по знакомству, и мы меньше любим тех, кого мы, допустим, не знаем. И также в этой же теме бывают исключения. Мы можем любить какого-то отдельного человека, мы можем его любить больше, допустим, чем нашего родственника, из-за его какого-то качества. Он хороший брат, например, в исламе, очень знающий, допустим, какого-то учёного мы можем любить больше. Или мы можем любить какого-нибудь нашего брата, при этом он, допустим, врач-хирург, который стал причиной спасения твоего родственника. Родственника твоей матери, отца, сделал там операцию. Какие-то человеческие, в общем, такие моменты. Поэтому вопрос, я думаю, сам поставлен как-то неправильно. Нацию или уму. Ты мог бы также вопрос задать, ты кого любишь больше, уму или своих родителей. Они ведь тоже являются частью умы, твой народ является частью этой умы. Поэтому всё распределено вот таким образом. Того, кто тебе ближе, ты любишь больше, и того, кто дальше, ты любишь меньше. Но всех ты любишь однозначно. Уму ты любишь. Я за каллаху хайр за ответ, но, по-моему, проблема в том, что сегодня большинство мусульман больше переживают о положении своего народа, чем о положении умы. Но в истории Сахаба разве не было наоборот? Я с тобой не согласен. Мне кажется, что наша проблема как раз таки в обратном. Что у нас глобальные какие-то вещи о них думают, обсуждают, а то, что под носом у себя вообще не замечают. По-моему, мы вот как наоборот с обратной проблемой столкнулись. У нас сидит какой-нибудь там хороший брат Абудуджана Ашишани, какой-нибудь такой ник у него будет мощный. И он сидит и рассуждает о том, что вот там в Бангладеше ситуация такая, вот в Сирии происходит то-то, а вот Индонезии надо бы исправить вот это положение. Он обсуждает все, что угодно, но не видит то, что под носом у него вот здесь происходит сейчас, в Чечне. Прежде всего, вот здесь у себя нужно навести порядок. Вот эти вот моменты как раз таки мы выпускаем. Я наоборот противник подобных явлений. Надо прежде всего у себя навести порядок под своим носом, у себя дома, вокруг своего дома и далее продвигаться. И Сахабы как раз таки делали именно так. Они не решали проблемы заморских территорий, когда у них под носом были проблемы. И вообще, Ислам учит нас этому, что закат где нужно прежде всего раздавать? Вокруг себя нужно нуждающимся, а не нуждающимся где-нибудь в Африке. Нас этому ведь учит Ислам. Прежде всего, помоги, если ты даешь закатуль фитр, даешь просто закат или просто даешь милостыню, то прежде всего занимайся вопросами нуждающихся вокруг себя, своих родственников, среди своих родственников, которых ты не обязан содержать. Среди своих соседей, людей, которые живут у тебя в твоем поселке, на твоем районе. Вот так ты должен, твоя зона ответственности, она таким образом должна расширяться. А вопросы умы, это глобальные вопросы, их не решает Абудуджана Ашишани, сидящий там в Инстаграме или в Телеграме, не он это решает. Я сейчас, если есть такой человек под ником Абудуджана Ашишани, я не тебя имел в виду, это я сейчас просто абстрактно то, что пришло, в голову назвал. Я прошу людей, если есть такие люди с таким ником, имейте в виду, я про вас не говорил. Я вообще как бы в целом говорю об этой ситуации. Мы наоборот сегодня столкнулись с тем, что мы берем на себя проблемы, которые мы не в силах осилить. Просто не в силах. Если бы вот эти вот ребята, толпами поехавшие в Сирию, вместо того, чтобы ехать в Сирию, прежде всего, решали бы проблему у нас дома, сегодня многие из них были бы живы и, возможно, были бы и востребованы, понимаете? Томсо видел, как Ардегану подарили карту тюркского мира с территориями России? Я видел это, и это стали сразу преподносить, как вот там Туран, вот у них там что-то империалистические эти-то. На самом-то деле, на этой карте была обозначена территория, на которой проживают народы, говорящие на тюркском языке. Вот и все. Это не значило, что они там собираются что-то захватывать и так далее. Настолько была безобидная простая вещь, на которой, естественно, обратили вот это вот внимание. Да, и там Кавказ тоже был обозначен, так как на Кавказе есть у нас наши коренные кавказские народы, говорящие на тюркском языке. Поэтому они обозначили Алтайский край, Якутия, они тоже ведь говорят на тюркском. Просто из-за этого они были обозначены. Другой вопрос, если вы спросите, как ты считаешь, Тумсо, Турция, имеет ли она какие-то амбиции, чтобы расширяться, чтобы там, так сказать, Османскую империю возродить? Есть ли у нее такие амбиции? Я скажу, конечно, есть. Но разве это, иметь подобные амбиции для Турции, это плохо, это что-то предосудительное? Я так не думаю. Это, по-моему, какие-то естественные желания этих людей. Другое дело, поддерживаем мы или нет, это уже другой вопрос. Но от того, что они хотели бы стать еще более могущественными, я думаю, что это нормальное желание для любого государства. Тумсо, любая империя опасна для народа, который завоеван. Если ты так не читаешь, зря ты вообще говоришь об Ичкерии. Тут эти вопросы задают никакие не провокаторы, а фанаты Турции и Турана. Может быть, но это не турки, вот что важно. И я вижу в их вопросах и в этой их пропаганде Турана, я вижу в этом вред. Они пытаются нас всячески рассорить. То есть, Турция сама по себе не говорит ни о каких своих претензиях на нас, о каком-то завоевании нас. Они об этом не говорят. Они являются сегодня для нас как минимум союзниками. Хотя я их вообще считаю братским народом. И портить с ними отношения, пытаться из них сделать для нас врагов. Когда у нас есть враг, у нас есть империя, которая не гипотетически может что-то сделать, а уже сделала на протяжении 400 лет делает. Это попытка отвлечь наше внимание от этой главной проблемы. Поэтому оставьте, пожалуйста, турков в покое и Турцию. У нас с ними все нормально и будет, иншаллах, с ними все нормально. Это будет одна из главных стран наших стратегических партнеров, иншаллах. Именно так я ее вижу. И я помню, как наши лидеры посещали Турцию, налаживали связи с Турцией, их там принимали на высоком уровне. То есть, это страна, которая всегда была нам очень близка. И это нужно сохранить, пытаться поссорить нас с этой страной. Это прежде всего вредно для нас, не для Турции. Для нас это прежде всего вредно. У Турции-то есть свое государство, причем мощное, очень мощное государство. В нашем регионе, наверное, самое мощное государство. С ними, ну хотя не самое, одно из самых. С ними потягаться может у нас в регионе только Россия и Иран. Поэтому давайте не будем губить то, что у нас есть. И в конце-то концов вспомните про наших братьев, находящихся сегодня в Турции. Находящихся в положении, когда им больше некуда, если их сегодня выгонят из Турции, им просто больше некуда деваться. Подумайте о них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok